Здравствуйте! Мы сегодня продолжим разговор о книге пророка Иезекииля. Мы остановились в прошлый раз на том как пророк описывает видение похожим на первое свое видение слава господня покидает храм это напоминало о богоставленности народа что конечно было главным и самым страшным результатом отступничества которое совершал народ по отношению к истинному богу тут стоит вернуться к уже цитируем нами как-то первой главе евангелия трона где где господь говорит своим ученикам отныне будете видеть небо отверстым и ангелу вас господних восходящих и исходящих к сыну человеческому то есть вот это отношение неба к земле не просто так сказать механическое присутствие чего-то выше вододнившим потом тому как атмосфера земли над ее поверхностью или как мир богов языческих никогда не смешивается с миром людей они могут влиять как-то участвовать даже но отнюдь не привлекает в свою свою бессмертие смертных людей совершенно иначе знает о смысле существования своего человек верующего истинного бога небо не должно быть закрыто для него авраам услышал бога вступил в общение и дальше потомки авраама в этом общении и обретают высший смысл и сосуществования и теряют его когда изменять истинному богу так вот в иисусе христе возвращается к людям принявшим христа то богообщение которое всегда было им желанно избранному народу небо от отверстие обратить внимание на то что у языки или обращение бога к пророка словами сын человеческий подчеркивает дистанцию между человеком тварным существом и богом в евангелии же именование сын человеческий и тут мы пишем с большой буквы указывает на христа в нем восстанавливается связь и дистанция исчезает как говорится церковной молитве соединил разъединенное то есть божественное и человеческое из текста пророка из реки или многие читаются в премиях то есть чтениях из ветхого завета на богослужениях православной церкви вот вы сейчас услышите одно которое в особенности важные читается она великую субботу была на мне рука господни и господь выбрал меня духом и поставил и сказал мне сын человеческий а живут ли кости си я сказал господи боже ты знаешь это и сказал мне из реки пророчества на кости си и скажи им кости сухие слушайте слово господня так говорит господь бог костям сим вот я выведу я введу дух вас и оживете кости си весь дом израилев и помещу вас на земле вашей и узнаете что я господь сказал это и сделал говорит господь и действительно пророчества о костях оживающих просто восстающих обретающих плоть это пророчество не просто о исторической судьбе израиля который вернется из-за вилонского плена но это пророчество о сверх исторической судьбе и человечество которое воскреснет для последнего суда божьего и обретет царство небесное апокалиптическое ведение пророка очень близко и апокалиптическом ведению иоанна богослова вот строчка из последних глав книги языке или ведение нового иерусалима и привел меня к воротам обращенным лицом на восток и вот слава бога израилева шла от востока и глаз его как шум вод многих и земля осветилась от славы его это беде не было такое же какой я видел прежде когда приходил вы свистеть гибель городу и везде никакие быть алья улики хувара то есть третий раз видит языке или в введение явление славы господней вот он убедил ее над четырьмя животными которые как бы собой наполняли все пространство и все все медине божье изображалась этими многочитанными колесами вот он убедил как слава господне покидает храм средоточие общение избранного народа со своим богом и вот любите это возвращение славы господней через ворота обращенный на восток и полне на лице мое и слава господа вошла в храм путем ворот обращенным лицом к востоку и вот слава господа наполнила весь храм и те кто знает послушение нашей церкви узнает в этом чтении отрывок из премии которые читаются на богородичный праздник слава господа наполнила храм господь возвращается в дом свой то есть в свой народ как возвращается рождается от марии входит к людям как человек итак пророк когда говорит о гибели иерусалима когда предвещает такое тяжкое расставание с богом как покидает слава господня храм он говорит не об окончательной гибели он говорит и о возвращении славы господней в храм господень и о оживлении казалось бы погибшего падшего умершего народа питение нового иерусалима но как будто повторяется в откровении она богослова и в евангелии от луки где повествуется суде над теми кто не принимает спасителя как и в общем как и в ведениях языке или вот как у луки когда же увидите иерусалим окруженные войсками тогда знаете что приблизилось запустение его это да и отмщение да исполнится все написанное и падут от острия меча и отведутся в плен во все народы иерусалим будет попираем язычниками доколе не окончатся времена язычников и тогда и тут возвращение славы господней у луки так и когда увидят цены человеческого грядущего на облаках силою и славою великою когда начнет это сбываться тогда восклонитесь и поднимите голову ваши потому что прибавишь либо приближается избавление ваше как видим это такое эти совпадения книги пророка языке или и евангелия она очень ясно указывает на мессианское значение книги пророка языке или вот как у него у пророка языке или в образе давида передается образ будущего пастыря в 34 главе и поставлен над ними одного пастыря который будет пасти их раба моего давида он будет пасти и и он будет у них пастырем раба моего давида понятно что давид уже давно к тому времени умерший царь и пророк он является лишь прообразом потом того потомка давидова которого мы узнаем во христе иисусе и так языке или как будто бы прозревает будущее евангельское и влевод в 37 главе у языке или араб мой давид будет царем над ними и пастырем всех их и они будут ходить заповедях моих выставы мои будут соблюдать и выполнять их и тут это упование на будущего мессию она исполняется во христе и странно странным было ли самого спасителя христа иисуса что так немногие из иудеев увидели в нем исполнение этих прекрасных пророчеств на царство давида она которая разделилась когда-то после соломона вы помните вида что все бедствия начались с того что после царя соломона который сам уже много изменил заветах божьих был соблазнен идолами которые мне поклоняя которым поклонялись его многочисленные жены но за мудрость свою за то что он был строителем великого храма и за многое что он все-таки сделал в созидании израильского народа он был поищезон но после него цари которые один за другим были один хуже другого некоторые возвращались к истинному богу но и они не имели успеха народ разделился на северное и южное царство и вот той сирийцы той разоряли то в зависимость от себя ставил народ избранный египет то халде нападали и брали в плен 1 волна пленения 2 с разорением иерусалима все это все эти бедствия происходили именно потому что народ не увидел боги своего пастыря и вообще можно было можно было бы было бы отнести и вот это вот ожидание грядущих бедствий и еще ко временам пророка самуила который когда народ от него потребовал царя а народ тоже при смыли еще не зная царя над собой царем был господь господь бог единый бог истинный был царем народу своему судьи священники управляли народом как от имени бога единого царя и когда потребовал народ себе царя самуил говорит богу они предали меня они и тебя предали меня предали да им царя и буду знать как они будут бегать за его как юноша их сравня будут бегать за его колесницами так вот это измена богу начавшаяся уже с того что народ захотел себе царя как все прочие люди в прочие народами земле а раз царя как прочие народами земле то и идолом как поклоняются прочие народы стал поклоняться народ божий кончилось таким бедствием плену бобилонским но обещают господь на народы через пророка все-таки возвращение в восстановление народа своего вот как начинается книга священная книга библия с известия о сотворении человека которого которым господь видит свой образ он старин по образу и подобию и сотворен для общения с ним с творцом человек а дальше история измен гибели и всех тяжких путей которые человечество проходит так всегда в пророках в праведниках народ видят и узнает о будущем возвращении о будущем спасение так и последняя книга библии откровения иоанна богослова она говорит о торжестве божественной любви это же 100 божественной любви совершается в той высшей как мы об этом говорили высшим опыте который доступен человеку а именно в опыте таинства в опыте служения богу на высшей точке литургической описывается возвращение человечества к богу и показал мне господь это я считаю из откровения на богослово из 22 главы и показал мне чистую реку воды жизни светлую как кристалл исходящую от престола бога и агнца среди улиц у его и по ту и по другую сторону реки древо жизни двенадцать раз приносящие плоды дающие на каждый месяц плот свой и листья дерево для исцеления народов и ничего уже не будет проклятого но престол бога и агнца будет в нем и рабы его будут служить ему и узорят лица его и имя его будет на челах их и ночи не будет там и не будут иметь нужды не в светильнике не в свете солнечном на господь бог освящает их и будут царствовать во веки веков и сказал мне сии слова верны и истины и господь бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то чему надлежит быть вскоре господь бог святых пророков вот мы читали пророков и понимаем что их служение относится не просто к историческим судьбам там восьмого седьмого шестого века до нашей эры но это сверх историческая судьба всей церкви на этом все не закончим продолжим в следующей беседе внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а